А теперь, уважаемые зрители, как уже сообщалось, следующее короткое интервью с человеком, чей голос в Европе завоевывает все больше веса и доверия. Магистр Эвальд Штадлер. Когда в парламенте ЕС докладываются или ведутся дебаты о демократических правах человека, от господина Штадлера исходит в основном критика. Чем обосновывает господин Штадлер свою критику, вы можете изъять сейчас из последующего интервью. Что, по его мнению, не так относительно темы прав человека? Рассмотрим доклады, которые часто звучат, что касается демократических прав человека, например, в Ливии, России, всякий раз обсуждающиеся в парламенте. В основном, вы высказываете критику по этому поводу. Что здесь неправильно относительно темы прав человека? В первую очередь, неправильно то, кто об этом вообще докладывает. Если посмотреть на то, что эти доклады исходят от представителей органов или партнёров, которые находятся в прямой зависимости от США, то я задаю себе вопрос. Как можно кооперировать с такой страной, в которой ещё и сегодня проводится смертная казнь, где отчасти права человека открыта, что называется, топчет ногами, а параллельно перед остальным миром, выступают с критикой? Это просто неприемлемо. Просто невозможно, чтобы беспилотными самолётами убивали мирное население и цинично называли это побочным ущербом. Хотя любому другому в этом мире, если у них что-то не в порядке с правами человека, сразу утирают под носом. Европейский Союз тоже не лучше. Как можно кооперировать с Саудовской Аравией, где проповедуется ислам каменного века, где казнь празднуется как повседневные народные празднования, и в то же время подходить с какими-то упрёками прав человека к другим арабским странам, где, по крайней мере, этнически религиозные меньшинства были более защищёнными? Это есть неприемлемые, морально невыносимые двойные стандарты, которыми себя украшает Запад, и этим он себя делает недостоверно. Были доклады про Россию, что там не соблюдаются права человека. Но это как раз говорит тот, кто в своей стране имеет двухпартийную систему, а на самом деле одна партийная. Именно тот, кто в своей стране полностью контролирует СМИ, который бесстыдно обманывает общественность. Как мы это видели накануне войны с Ираком, и всё ещё считает себя морально оправданным стать какие-то упрёки россиянам. Я считаю, что это дурная политика. Предъявлять русским требования и ещё привязывать к каким-то санкциям, как будто это американская провинция. Россия сама знает, какие демократические стандарты ей нужны, какие демократические и правозащитные стандарты пойдут на пользу стране. Потому что не всё, что мы называем правом человека, будет в пользу этой стране. Но наоборот, это только приведёт к дестабилизации политической системы и общества, чтобы потом получить её в своё распоряжение. Поэтому это всегда вопрос политического характера. И это нужно видеть, чтобы на все доклады смотреть другими глазами. То есть, в принципе, права человека стали инструментом геополитической игры? Прежде всего, они стали инструментом для продвижения политики, и в частности, чтобы посадить страны на скамью подсудимых.